доброе доброе утро уважаемые зрители моего канала в первую очередь хочу поблагодарить всех кто не остался равнодушным ситуации с плохим кормом который мы купили многие позвонили курица снеслась а он орёт ты чё петь ты чё петь какой а серьезный так многие позвонили предлагали помощь юридическую отходи отходи от меня опять он пришел меня клевать отходи говорю так юридическую консультацию предложили даже по поддержку в суде предложили и вчера конечно завтра взял звонок звонила девушка в ролике я говорила про то что мы получили обратно деньги нам перевели на карту может случиться так что потом эти люди могут нас обвинить в том что на карту они нам дали в долг в общем и попросит вернуть этот долг в общем большое спасибо большое спасибо за ваше неравнодушие ко всей этой ситуации я честно говоря не ожидала по поводу по поводу самого корма пока деньги не выплачены полностью нашему знакомому этот корм у нас просто есть в наличии как только получим деньги естественно его утилизируем сами никуда мы его возвращать не будем потому что действительно таким людям доверять не надо это может потом обернуться для кого-то еще такой же бедой поэтому будем конечно этот корм убирать вот мои петруханы петруханы мальчишки кукареку уточка ведь сидит вот она в общем когда в поликарбонатное помещение помните поместили двух уточек с утятами естественно одна уточка вторую выжила ну чтобы не было боев вот эту тачку отсадили здесь она себя хорошо чувствует спокойно пару еще дней посидит и мы ее выпустим в общий двор чтобы она уже не возвращалась на свое гнездо имейте ввиду для того чтобы птицу отвадить от гнезда нужно пересадить куда-то в другое место допустим другой вольер сидит спокойненько мой хороший сидит вот она ничего так прижилась петухами а петухи сейчас на откормочном корме с большим содержанием а комбикорм у них по возрасту пока 4 и кукуруза с пшеном хотела сказать утром никак не прослось кукуруза с пшеничкой ой какой же тошный петух услышите как он орёт я не представляю вот так вот его это во дворе ужас некрасиво поет не голосистый но она как раз восстановит свои силы восстановит свои силы после того как сидела месяц на гнезде ничего так ладно чего дальше то показать вам пойдем пойдем куда-нибудь ой орехи поспели ой орехи поспели джонас орешник слушайте сейчас попробую увеличить может видно будет ой орехов сколько много красота от собирать принесли из леса когда-то маленькие маленькие кусточки прутики мы сейчас все своим планом все как всегда правка муравка а сейчас она засвечена будет ой малиной чё устроили смотрите болото вы чё ребят это что такое и что это там ковыряете по колено вкусно вкусно обратила внимание малина очень любит дробленку цельное зерно у них конечно же есть вот так вот цепь чтобы они гребли чтобы было чем заняться а потому что дробленки семечка есть поэтому наверное им нравится больше дробленка ну да семечки в воде всплыли и они тут же это ловит ну сейчас принесу сейчас беломошка как жизнь жизнь ну хорошие давайте подниму ну давай подниму подышишь хоть ему это соплю поднимаю хоть подышать чтоб мог нормально эти гуси уже сетку сетку который накрывал вольеры здесь сидит молодняк он уже у нас буси потаскали ты чё улегся на травку и как тебя понять это как понять вот вставай вставай лежит все никогда не когда эта куча земли туда подвисать бульдозером все некогда на я говорю зачем ее двигать здесь песок вот песок сюда глина нужно что песок вас ничего не даст ну малыши малыши и гусенок с ними у меня под каждой уткой выводок утят с гусенком а пойдем сейчас посмотрим на ту на ту уточку которая закрыта а сейчас расскажу кое-что ну хозяйственная ты моя сколько теперь под тобой а ужас и покрупнее и совсем малыши всех сгребла всех сгребла я вода есть трава есть корм есть все есть значит что в планах а вот и гусятки есть вот раз-два-три это гусятки по моему три здесь в план они тут еще один 4 в планах всех уток а точнее на сегодняшний день двух пересадить в теплицу где у меня были мараны с малинами потому что там есть выгул с травкой сейчас дойдем покажу зашла вот к этой принцессе сидит здесь с малышами водичку и подлить сейчас пока 5 принесу ну как ты ну как ты тут все хорошо все хорошо сколько под ней два четыре шесть восемь десять 10 так идем дальше так идем вчера сказал вам покажу цветочки свои так ну вот вольер вот теплица вот сюда наверное мы перенесем чтобы они могли здесь гулять да что это не дело конечно что утят сидят заперти вопрос другой отсюда то куда девать здесь 15 курочек у меня один петушок а нет 14 курочек один петушок половина малинов половина амаранов он здесь сколько травы и и здесь теплица вот из-за того что то это дом она не нагревается уже в этом в днем то здесь будет очень даже комфортно но сейчас ребята приехали наши помощники будем что-то думать куда-то что-то переносить в этом году хоть яблок не будет слава че господи меня радует меня от эти урожаи господи наши бабушки насаживают такие количества вот этих вот кустов смородины малины ужас куда девать-то а потом ешьте ну как это все съесть кстати здесь очень крупная смородина очень крупная прям как мелкий виноград ешь-мешь сладко куры куры кстати говоря смородину едет хорошо сладко поле не малину люблю но в этом году малина не сладко мы сюда уже с внуком ходили сейчас вам скажу сладко или нет вот в это время должна быть жара когда ягод наливается а получилось наоборот пробую нормальная сладкая та которая темного такого бурого цвета та сладкая два раза ее пололи знаете какая псевдная два раза пололи все равно здесь крапивы много поэтому я ее не люблю собирать но есть люблю есть люблю не но мы так по краешкам с артемком вокруг вот так вот по периметру объедаем а внутри уже это без нас собирает ну что делать не люблю я крапиву так друзья у нас о чем сегодня ролик то кто-то мне скажет пришла в малина теперь буду стоять тут потеряла все мысли а ну да то что я буду переселять утят это однозначно и самое главное с чего начала всех благодарю на самом деле вот звонок этой девушки там по поводу карты она мне дала очень ценные советы потом разговорились говорит лед у меня даже птицы нет птицы нет ну я ей говорит все равно смотрю я говорит мечтаю что когда-нибудь у меня будет птица я говорит обязательно к вам приеду приезжайте конечно мы всем рады мы всем рады приезжайте ну конечно за душу берет что говорить то да кто такая лена коптева нет ну конечно пока я жила и работала в москве я определенный круг там определенный какой-то статус имеешь свой а тут приехала в деревню как говорят села в грядки в эти и не понимала вообще что что как мне же дальше жить да все таки ютуб канал он конечно же нас поддерживает общаться-то особо в деревне не с кем ну людей мало а потом вы понимаете в деревне все работают трепаться некогда вот а с помощью ютуб канала во-первых очень много с людьми познакомилась те которые вот рядом со мной вокруг меня да в какой-то в достигаемости со всеми подружилась я же даже не знала то что эти люди есть да а вот насчет каких-то обращений там за помощью это тут же реагирует тут недавно тоже один молодой человек прислал мне видео нагрузил полный прицеп помидор с огурцами и говорит приезжай забирай огурцы с помидорами ну в общем здорово весело не ну я конечно не пользуюсь своим служебным положением но просто конечно настроение поднимает настроение поднимает такое отношение к себе ну вот ну малина валом кстати если свекровь не приедет боюсь что мне все-таки придется ее собирать поэтому надо свекровь вызывать это мне Вера Николаевна занимается малина она варит ребят необыкновенно вкусное варенье вот необыкновенно оно во-первых вот такого цвета остается вот такое вот я так же варю но у меня оно коричневое и невкусное а у нее вот такое вот и ароматное варит кипятит никакие там не пяти минутки а сорок минут кипятит но у нее варенье ну никто так не может сварить моя мама варит по этому же рецепту не получается только у моей свекрови Веры Николаевны получается, поэтому надо ее срочно. Ну, она с нами, просто по делам поехала в Москву и хотела приехать только в пятницу. Я думаю, до пятницы она начнет обсыпаться. Надо звонить срочно. Да, прям вот, самая спелость такая подходящая для варенья, иначе потом она будет растекаться. Ой, слушайте, я болтаю, наверное, кого-то это сейчас раздражает. Кажется, я зашла птичек посмотреть, а она там стоит. А Лалы разводит. Малину ест. Ну, тоже иногда надо потрепаться-то. Так, ну, в общем, вот такие у нас сегодня планы. Если муж мне выделит помощника хотя бы одного, то, конечно же, я все осуществлю, правильно сказала, осуществлю в жизни. То есть перенесу утят. Очень меня это напрягает, что они там в заперти сидят. А здесь такой прекрасный вольерчик с травкой. Вот. И там теплица-то нагревается. Жарко днем. А здесь хорошо. А здесь хорошо. Ладно, ребята. Ой, 15 минут. Вам голову морочу. Мне надо как-то это в начале... А, в названии писать. Не про птичек, чтобы люди не теряли время. А то наверняка ждут, кто про птичек хочет посмотреть. А про птичек нет. Все. Если будет что-то интересное сегодня, если переселю, то тогда сниму видео, как переселила. Все. Пока-пока. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok